Тема третьей лекции. Лекция и ее конспектирование. План лекции. Понятие лекция. Виды лекции. Конспектирование лекции. Оформление лекции. Студенческая жизнь немыслима без посещения лекций. Большую часть своего времени в учебном процессе студент проводит на лекциях. Ведущей личностью на лекции является лектор, преподаватель, специалист в определенной области науки, имеющий научную квалификацию. Лекция – это не простое, а логически четко выстроенное научное изложение учебного материала по конкретной теме. В ней ведущий, следуя заранее продуманному плану, дает цельную картину темы, акцентирует внимание слушателей на основные научные категории, ключевые слова-понятия, учленяет проблемы, дискуссионные точки зрения. Лекция является наиболее запоминаемым источником информации, поэтому лучше ее конспектировать. Иногда бывает, что в учебный процесс вводится новая дисциплина, по которой очень мало учебных изданий, имеются лишь в печати научной статьи разработкой. В таком случае лекция становится базой для сдачи дисциплины. Возличают следующие виды лекции. Вводная лекция, которая дает обобщенное представление об учебной дисциплине. Лектор знакомит студентов с целью и задачами курса, подчеркивает актуальность его изучения, определяет место и роль в системе наук, дает краткий обзор учебной и дополнительной литературы, выделяет их авторам, чьи работы стали фундаментальными для этой науки, отвечает на интересующие студентам вопросы. Обычно это форма совершения предмета, квитерия, цены, незнания и т.д. Лекция информации, которая в целом носит информативный характер. Информация поддерживает осмысление и запоминание. Почти большая часть лекционных занятий проводится в подобном виде. Следующая обзорная лекция исключает детализацию, обобщает сведения о предмете изучения. Обычно эта лекция считается как кратким по часам предмета. Проблемная лекция. Подготавливается преподавателям, при этом желательно с привычением наиболее отличившихся за студента. Лекция теологичная. Студент пытается самостоятельно ставить проблему и находить ее объяснение, сопоставляя различные точки зрения по обсуждаемым вопросам. Лекция визуализация или видеолекция. Одна из самых популярных форм введения в современных условиях информационных технологий. Эта форма работы эффективна в том случае, если лектор использует наглядный материал, параллельно объясняя его суть, подчеркивая те иные характеристики, явления, процессы, события. Наглядность приводит к наибольшему запоминанию информации, формирует ассоциативное мышление при сопоставлении с показываемых картин, рисунков, таблиц и прочих материалов. Пожалуй, трудно представить предмет, при чтении которого хотя бы не растребовался используемый видеоматериал. Данные лекции в данном случае являются актуальными в примере удаленного материалов обучения. Следующая бинарная лекция – это редко применяемая разновидность лекции в форме диалога между преподавателем и студентом по спорной научной проблеме. Лекция-консультация осуществляется по типу вопроса-ответы, в особенности перед подготовкой студентов к даче экзамена. Следующий конспект – это сжатое содержание темы в письменном виде, которое позволяет восстановить в памяти необходимую информацию при подготовке домашних заданий, сдачи с учетом экзамена. Важно заметить, что конспектирование тренирует память и скорость написания. Со временем эти навыки закрепляются и помогают человеку по жизни в определенных ситуациях. Правила введения конспектирования. Вначале следует написать дату проведения лекции, слева от полей до статьи прази, а затем название темы лекции. Вначале можно дослушивать мысль лектора, затем записать, потому что лектор иногда отвлекается от непосредственно раскрываемой темы. Стараться максимально объемно записывать в те моменты лекции, которые лектор выделяет словами. Обратите внимание, следует подчеркнуть. Это очень важно. При таком, но красным или иными цветами. Подчеркивайте кучевые слова. Если студент не успевает записать информацию лектора, то лучше необходимо фиксировать кучевые слова, оставить место для заполнения пользы лекции в более спокойной обстановке. Если преподаватель пишет или изображает на доске какие-либо моменты лекции, то студенту обязательно надо эту информацию записать. При конспектировании для более полного охвата содержания лекции важно использовать сокращение аппревиатурей, которые для него известны, и он может их шифровать. Например, абсолютный, автономный, академия наук или символы больше, меньше и т.д. Конечно, можно использовать диктофон, куда студент запишет лекцию, а потом, слушая ее, перепишет в тетрадь. Перед экзаменом необходимо прочесть конспекты лекции, акцентируя внимание на то, что указывал лектор. Чаще всего студенты конспектируют лекцию в виде тезисов. Тезисы – это кратко сформулированные основные мысли и идеи лекции или же ответы на экзаменационные вопросы. Тезисы используются во многих видах научной работы. Они лаконичны, раскрывают всю излагаемую или воспринимаемую информацию, например, тезисы доклада. Они начинаются с выступления, в котором содержится краткая информация, об актуальности и новизне исследования. В основной части тезисов выделяются те доказательства, которые раскрывают тему. В заключении подводят следок сообщения. Если пишут тезисы доклада, то завершаются они перечень использования литературы. Продолжение следует... Продолжение следует...